Всем привет, с вами Megabzor.com, электронная книга Onyx Books Darwin 2, протестированная мной в далеком 2015 году, стала одной из первых с экранами Inkarta Plus, тогда я ее оставил и использую по текущий день, как дома, так и периодически в поездках. Серия, как мне кажется, одна из самых удачных, в свое время она еще была интересна в вопросе стоимости, ну и сейчас, если оценивать более дорогие решения от того же производителя. Серия обновлялась и сегодня у нас актуальное поколение, это Onyx Books Darwin 8, в этом поколении заменили у нас разъем на USB-C и добавили Bluetooth. В остальном это уже хорошо знакомая книга Onyx Books Darwin 7, со всеми ее преимуществами и особенностями. Актуальную стоимость всегда можно посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает качественно исполненный чехол, это так называемая защитная обложка, она здесь смарт еще, в ней интегрируемый магнитный замок, когда вы открываете крышку, она переводит систему из режима сна в рабочий режим, а когда закрываете, переводит обратно в режим сна. Ну и конечно же, в очередной раз напомню, что использовать электронные книги, любые, вне дома, лучше всегда с защитным чехлом и обложкой. Экран более хрупкий в сравнении с IPS, с AMOLED и с теми экранами, которые реализованы в смартфонах и планшетах, там они склеены с защитным стехлом, в этой модели нет. Помимо чехла, в комплекте есть USB кабель и документация. Корпус выполнен из пластика темно-серого цвета, с матовым покрытием, общий вид узнаваемый и он не претерпевает заметных изменений. Ключевым же отличием, конечно же, стала замена разъема microUSB на USB-C, и мы каждый раз, когда тестировали книги, отмечали этот недостаток. Все-таки сейчас большинство смартфонов идет именно с этим типом разъема, не считая лайтинг, и как результат, если вы берете в поездку, то нужно брать дополнительный microUSB кабель. А зачастую сейчас даже блоки питания, например, идут USB-C и USB-C двухсторонние, и там подключить microUSB это дополнительная проблема. На нижнюю грань выведен аудиоразъем, он позволяет прослушивать аудиокниги и подкасты, есть слот для карты памяти, внутренний накопитель можно будет расширить для хранения файлов, сверху кнопка включения светодиодный индикатор, еще одна кнопка на нижней рамке дисплея, и спаренные кнопки на боковой грани, они отвечают за перелистывание. Сама ширина боковой рамки оптимальна для хвата пальцами. Экран расположен ниже основной плоскости, поверхность матовая, поддерживает сенсорное управление. Общее качество сборки высокое, визуально ридер производит приятные впечатления, мне он нравится, простой, лаконичный, да, он проще, чем, например, более дорогие решения от того же производителя, но при этом вполне решает свою задачу. Установлена 4-дюймовая матрица InkCarta Plus, разрешение 1072х1448 пикселей, у нее светлая подложка и высокая контрастность. Она не мерцает, в отличие от планшетов и смартфонов, здесь нет шиммодуляции, визуально при чтении напоминает скорее бумагу с качественной полиграфией, и у крана Onyx Books Darwin 8 нет проблем с углами обзора, а также читаемся, вы можете читать под прямыми солнечными лучами на улице, никаких проблем нет, и он еще не бликует. В начальное время сможете включить подсветку, это Snowfield, фирменная технология от этого производителя, там можно иметь не только яркость, но и баланс между теплыми и холодными оттенками. Работает ридер на базе четырехъядерной платформы, здесь процессор не называется, предполагаю, что это ядра Cortex-A7, частота 1,2 ГГц. Он быстродействует достаточно для стабильной работы системы и продукционных приложений, открывает емкие файлы, включая PDF, 1 ГБ оперативки здесь и 8 ГБ внутренней памяти. Из технических нововведений Wi-Fi был дополнен Bluetooth, для чего может быть полезно, этот ридер поддерживает перевод текста в голосовой, то есть вы выделяете участок текста и вам зачитывает, и вы можете это слышать. Ну и, конечно, никто не отменяет возможность закинуть сюда аудиокнигу, музыку какую-то приятную, например, и вы совмещаете чтение с прослушанием музыки. В основе используется операционная система Android, здесь переработан интерфейс, напомню, главный экран отображает у нас прогресс последней открытой книги, здесь все это автоматически сохраняется, вы закрываете и возвращаетесь к той странице, на которой остановились. Есть сортировка по разным типам, это автор, по сериям можно, по названию, есть поиски, есть автоматическое сканирование всей памяти, поддерживается большинство форматов, включая FB2, FB3, MOBI, DOC, DOCX, EPUB, PDF, DIY, очень много файлов для чтения и открытия используется приложение AllReader X Pro. Здесь широкие возможности по настройке, можно шрифты настроить, интервал, автоматическое пролистывание, опция зачитывания текста, свойства книги изменить, то есть очень много настроек, под себя можно все настроить. Фактически это приложение всеядное. Производительный набор приложений, он помимо озвученной выше программы, также включает e-mail, можно читать почту, есть веб-чтение, есть браузер, загрузки, заставки, калькулятор, передача файлов, словарь и часы. И вы сами сможете поставить, APK файл загружайте, или сам производитель, например, дает такую возможность, или можно через сторонние сервисы, например, вы просто ссылку на Play Market предоставляете и загружаете. Но я думаю, что те, кто APK знакомы с установкой такой, то найдут без проблем нужный файл. Единственное, ограничение, которое может касаться по отображению, касается именно особенностей экрана. Если слишком будет интерфейс перенасыщен цветами и какой-то графикой, то, возможно, будет не очень удобно работать. И также стоит учитывать, что здесь только 1 гигабайт памяти, и это тоже может быть ограничением по тому софту, который вы ставите. Но я думаю, что понимание, для чего ридер нужен и какие возможности у него есть, это все-таки не игровой планшет. Доступен экран с наборами системных настроек. И в целом получаем хорошо сбалансированную электронную книгу с качественным техническим оснащением. Из ключевых отличий от предыдущего поколения это USB-C и Bluetooth. В остальном это именно то, за что можно любить линейку или семейство Darwin. Лайк, подписка приветствуются. Пока-пока.